Приветствую вас, социально. Я думаю, что здесь, во избежание дальнейших подвешенных состояний, здесь имеет смысл вам саму и для себя определить, в первую очередь, может ли муж вам изменять. То есть, может ли человек вам изменять или нет. Если вы считаете, что он может, вам нужно решить, да, подобрение или неподобрение, выяснится, правда или не выяснится, правда, это не так важно. Важно вам то, что вы подозреваете. То есть, вы допустили мысл, что он вам нужно изменить. Соответственно, вы считаете, что мужчина может что-то сделать. Если мужчина может что-то сделать, то я заговорю вопрос, почему? Да? То есть, вам не осталось весел его подозревать, вам не осталось, чтобы пытаться найти доказательства измены, лучше постараться гармонизировать отношения, чтобы у мужчины было меньше, меньше мотивов это делать. Вот. Большинство людей, которые изменяют, ну, нужно понимать, что измены – это травма не только для того, кому изменяют, но и для того, кто изменяет. Это нервы, это требует достаточно сильных затрат, ресурсов, прочее, прочее, прочее. Вот. Поэтому большинство, ну, очень большое количество партнеров, не большинство, но большое количество партнеров, готовы вернуться и без кстати изменять сразу, как только вот ситуация в браке между супругами нормализуется. Вот. Поэтому вы, вам, если вы хотите гармонизировать отношения, вам необходимо разобраться, почему мужчина может изменять, что между вами не так, и гармонизировать это. Тем самым вы зададите все при посылке, задавайте, что мужчина перестала изменить. С другой стороны, если вы считаете, что вам мужчина изменяет, если вы считаете, что это недопустимо, вот, если вы действительно так считаете, про то, что вас это именно не задевает, да, то есть вот, если мы уберем эмоциональную сферу, разберемся с ней, уберем, вот, если вы просто считаете, что вот мой муж, вот мой мужчина, он, ну, не должен менять, то в таком случае вам нужно вести себя так, как будто вы уже решили, что он вам изменил, потому что по факту именно в этом вы его уже обвинили. То есть в вашем сознании, в вашем воображении вам мужчина уже изменил. Вот. Теперь вы будете либо искать подтверждение этому, либо оправдание его, но по факту это уже случилось, и вам нужно действовать именно изгаде того, что это уже случилось, потому что его словам вы не поверите, вот, будете искать доказательства, или вы либо найдете, либо нет, если вы не найдете доказательства, вы будете думать, что он просто так все даст, провер, провернул, вот, если у него получится убедить вас в том, что этого не было, то вы, ну, вы придете к говорите, что, ну, да, этого не было, но обязательно будет в будущем, вот, то есть, эээ, так или не очень, эээ, тут такое будет. И в основном, на момент только разобраться в причинах, по которым у вас появились такие подозрения. Ну, а подозрения, в свою очередь, эээ, появляются не на быстром месте, а на самоотставании взаимоотношений между вами. И если вы, например, чувствуете холодность в отношении к путям, то это, опять же, следствие определенных проблем. Причем, ээ, проблем, так называемых, светлеющих или холодных. То есть, эээ, когда люди не ссорятся, и когда прямых конфликтов нет, но какие-то, вот, противоречия в той же стране, эээ, присутствуют, какие-то противоречия в той же стране существуют, и просто в таком, вот, эээ, больше научливом, эээ, стиле, да, эти противоречия, как-то, вот, разрешаются. А вот, поэтому, эээ, здесь, ээ, вам необходимо взять на себя ответственность, да, решить для, решить для себя, эээ, чего вы все-таки хотите, эээ, вот, определить для себя, что вам все-таки нужно, эээ, вот, и уже, исходя из этого, двигаться, 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 двигаться к своей цели, вот. Потому что, эээ, только так, вы сможете добиться какой-то определенности в своей жизни. Вот, разные люди, эээ, по-разному относятся к измене, нет, ну, тех, кто позитивно относится к измене, конечно, вряд ли, эээ, будет много, эээ, если только люди, как-то, вот, не договариваются о каких-то особых, эээ, условиях, но, эээ, в основном, конечно, есть негативное восприятие, безусловно, но, важно понимать, эээ, как воспринимается, значит, человек, оба чем-то, а где вот, на этот, на случай? Ну, вот, что не изменили, да, значит, ну, типа, вот, не изменили, я такая плохая, или, там, меня оскорбили измены. На самом деле, нет. На самом деле, нет, потому что, ну, да, очевидно, что в отношениях есть какие-то проблемы, ну, так, нужно понимать, что не только вы устраиваете отношения на их партнеры, если партнер выбирает не решать проблемы, а если нет, то это его выбор, и здесь вы ни при чем. Но, на вас лежит ответственность за то, что эти проблемы появились, по крайней мере, в пятидесяти процентной ответственности. И вот с этой пятидесяти процентной ответственности, вам нужно что-то делать. Если вы будете что-то делать, ситуация нормализуется, так или иначе. Ну, то есть, либо вы гармонизируете отношения, сможете вы будете вместе жить дальше, либо вы не сможете гармонизировать отношения, и вы разойдетесь. Но так иначе будет определенность. Эта определенность и является конечной целью. А сейчас, пока вы находитесь в подвечной сцене, по сути, переживаете тревожность. Мне кажется, что первый шаг, который вам нужно сделать, это поговорить с мужем, выяснить, чем ли он доволен, то есть, не страшно у него все в порядке и так далее, а именно, выяснить, чем ли он доволен, что ему нравится, подоблюдать за мужем, посмотреть, что ему не нравится, что ему нравится, что вызывает у него удовольствие, удовлетворение, позитивный реактор, а что нет. Вот, если вы заинтересованы. Если у вас получится что-то выявить, то обязательно это нужно подкодектировать. Если не получится, то обратитесь к психологу для уже проведения анализа. Вот. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго, удачи. Надеюсь, что ситуация разрешится самым лучшим образом для вас. Продолжение следует...